Здарова, вот и закончились акции в честь пятилетия игры, и появились, конечно же, наши забаганные инопланетяне, в миссии из-за которых вся инопланетная валюта переводится сразу в баксы, и как теперь покупать в принципе хороший шмот, непонятно. Но не будем о грустном, ибо я решила снять новый ролик, изначально думая, что как бы его никто и не снимал раньше до меня на ютюбе, но немножко ошибся с этим, когда перепроверил. Шесть месяцев назад один чувак уже как-то отснял данный формат, но, как по мне, он не сказал в нём вообще ничего, и ничего толком-то не объяснил, так высказал немножко своего мнения, с чем я в принципе не сильно-то и согласен. И да, просмотров у него вышло реально-таки мало, а всё-таки навыки Гангстер Вега нужно качать правильно, ибо поначалу, конечно, добывается всё легко, но с новыми уровнями задротить приходится всё больше, да и уровней у нас ограниченное количество. К примеру, за 65 уровней я прокачал всего лишь 24% навыков, а всего уровней, насколько мне помнится, 84. По сути, я и половину навыков не прокачаю до последнего уровня такими способами, и остаётся только два варианта. Это набивать очки в акциях, где их дают реально мало, так тебе там ещё и приходится, скорее всего, потеть, или просто покупать, что я и сделал для данного ролика. И в нём я выскажу своё мнение, что стоит качать в навыках Гангстер Вегасе, и заодно солью 750 очков навыка. Погнали! Итак, на данный момент у меня нету очков навыков, просто покупаем 750 штук одним паком, что реально даёт немало такой бонус в виде 45%, и начинаем тратить. И начнём по порядку всё разбирать. Дроны имеются, по сути, только у тех, кто задонатил в игру, ибо по моей памяти не было ещё ни одной акции, в которой можно было просто за зародство получить их бесплатно. Если же вы не собираетесь донатить в игру совсем или в ближайшее время, то не стоит тратить свои очки навыков. Перегрев оружия в основном тоже попадает под донатеров, или тех, кто долго играет и получил хотя бы машины с имеющимися на ними пушками. У меня хоть и есть такие два транспорта, но они слабые и толку прокачивать из-за них я не вижу. Размер инвентаря новичкам, в общем-то, и не важен. Он скорее нужен чисто для удобства, чтобы меньше переводить одни ресурсы в другие, и наук создан лишь для удобства уже для прокачанных игроков, нежели чем для новичков. И я, как бывалый, игрок, который может себе позволить, и увеличиваю инвентарь. Что касается наземного транспорта, нуждается в полной прокачке сразу же, по крайней мере скорости ускорения точно, ибо когда ты новичок, гонки, в принципе, можно считать самым прибыльным заработком опыта и денег. Ну а я же, наконец, уже качну и броню своему транспорту, ибо сейчас проходит клановая акция, в которой как раз нужен транспорт с хорошей броней. С воздушным и морским транспортом новичкам спешить не требуется, ибо миссии на таком транспорте еще нужно открыть. А вот бывалым игрокам все же нуждается в прокачке, особенно если кто-то гонится, чтобы попасть в топ на различных миссиях. Например, для меня, на что я как раз и потрачу немного навыков, чтобы доброкачать скорость и ускорение. На броню все же не считаю нужным, по крайней мере сейчас. Пока есть еще немного чего нужного для доброкачки. Удары пригодятся только на бойцовской арене, и только что слабый удар холодным оружием. И потом только ждать акции, в подарок от которой можно будет получить рассекатель. И вскоре же проходить весь бойцовский клуб с ними на изи на 4 звезды. Никакие сильные удары и удар с кулака не нужен в прокачке, вы просто потеряете вложенные очки навыков. Пистолеты и пистолеты-пулеметы, как по мне, вообще не нужны в прокачке, ибо есть дробовики, штурмовые винтовки и тяжелая артиллерия. Новичку легче купить даже самую слабую винтовку и качать именно ее навыки, нежели чем пистолеты и пистолеты-пулеметы. Дробовики уже на любителя. Мне, например, удобно на некоторых миссиях пользоваться армейским дробовиком 3 уровня, который у меня имеется. И даже с почти вкачанным уроном он не ваншотит вблизи по солдатам и зомби. Поэтому я все-таки собираюсь его докачать, но не на полностью на все характеристики, а только лишь... Так, еще урон-перезарядку, да. Как по мне, обойма это самое, что ни на есть не нужное. Например, когда у тебя быстрая перезарядка, то обойма как бы, ну... Я сильно-то не вижу смысла пока что-то мне вкачивать. Пока у меня, например, не появится опять еще множество очков, навыков. Так, запас патронов, в принципе... Да, в принципе, до конца прокачаю. Не сильно-то много. И скорострельность это прям по-любому. 473 осталось уже. Штурмовые винтовки это то, что нужно докачать самым первым из оружия. Особенно урон и скорострельность. Но я так же его прокачаю примерно как и дробовики. Полностью урон на максимум. Прощайте мои очки опыта, точнее навыков. Так, с перезарядкой. Ну, в принципе, на перезарядку 16 не сильно-то потратится. Обойма также пропущу, пожалуй, запас Он тоже, в принципе, не сильно-то кусается, так сказать, своей ценой Ну и скорострельность это прям по-любому на полную Тяжелая артиллерия, это второе, что нужно качать после штурмовых винтовок Ибо с миниганом или легким пулеметом легче всего проходить миссии на звезды Я также его сейчас, пожалуй, вкачаю Но здесь я, пожалуй, только лишь качаю урон и скорострельность Так как уже, ну блин, я еще до конца не дошел, а уже сколько? Треть я потратил, точнее две трети я уже очков навыков потратил Сильно прям сейчас расходиться так не буду Для новичков это именно не спеша Вот когда у них появится миниган и легкий пулемет даже третьего уровня, что лучше всего То тогда уже прокачивать как минимум эти две характеристики, скорострельность и урон, это прям по-любому Снайперские винтовки в навыках даже бесполезнее, чем пистолеты и пистолеты-пулеметы Ибо это совершенно просто скрафтить себе винтовку, которая будет наносить 900 урона Или же максимальные 1200, насколько мне сейчас помнится И все, вы уже будете ваншотить во всех противниках и без всяких навыков Даже скорострельность сильно-то пользы никакой не даст По-моему, это будет самое последнее, что я сам буду прокачивать в игре Примерно то же самое, а также могу сказать и про гранаты Просто бесполезные вещи, которые... Вот я, например, никогда не пользуюсь Тем более новички, откуда у новичков гранаты там Максимум какие-нибудь там получат, какие-нибудь там бичовские, например, за просмотр видео Тоже вот пользуются, ладно, еще хоть как-то можно гранатами А еще тратить на них очки навыков, тем более новичкам вообще нету смысла Количество общечек не сильно-то и важно А вот максимальное здоровье рекомендуется прокачивать сразу всем новичкам Про бронежилеты можно сказать то же самое Ибо бронежилеты тоже, например, у меня не бывают переполненными У меня, скорее, их недостаток Также из-за того, что я пока что их не прокачиваю И сейчас не стал, оставив на потом Что касается бега и перелазив Через препятствия пригодится только если вы хотите попасть в топ на миссиях по ограблению Которые вам сократят прохождение миссии на пару секунд Новичкам это 100% не нужно Ибо эти миссии легко пройти на 4 звезды и без прокачки бега Прокачка плавания так и вообще фактически никакой выгоды не принесет Ну и я немного прокачал бег на дистанцию Что касается полиции, то для удобства игры лучше, конечно, прокачать все Но я решился только на связи в полиции, чтобы кубы быстрее отставали Следующая категория также не нужна в прокачке, особенно новичкам Так это пустая трата навыка Конечно, кто хочет иногда халявы, можно и прокачать каждый навык на 1 единицу Но думаю, что большего оно не стоит К сожалению, так не считает мой коллега на ютубе Который, в общем-то, снимал примерно такой же ролик И в последней категории сначала нам нужно для прокачки Это точно сопротивление от пуль и от холодного оружия Ну а потом уже желательно от столкновения Остальное же за всю игру, которую я наиграл уже сколько? Два месяца, считай, где-то Я вообще не нашел никакого смысла прокачивать все остальное Потому что взрывы, серьезно, огонь Вы когда-нибудь вообще поджигали самих себя там или вас кто-нибудь Я не знаю, меня в клановых войнах тех же самых Никто никогда еще не поджигал огнем или что-то типа такого Но прыжки, ну, для этого есть парашют Ну и как же не подвести итоги под конец видео На 750 очков я опнул только 14% навыков Если так посчитать, то на все навыки нам понадобится более 5000 Что реально дохера Перед видео я думал, что дойду хотя бы до 50, но нет И думаю, с такими успехами можно еще долго проходить игру на 100% В общем, прокачка без алмазов тут не выйдет Пишите в комменты, как вам мой, так сказать, гайд В котором я попытался все подробно рассказать, что стоит прокативать, а что нет Ну а я с вами прощаюсь за следующего видоса Всем спасибо за просмотр и всем пока